Политолог предположил, сможет ли Украина стать примером демократии. Радио «Спутник». Политолог предположил, сможет ли Украина стать примером демократии. 9.19 РИА Новости. Стрингер. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. РИА Новости. Стрингер в софере прокомментировали заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о миссии страны. Как отметил в эфире радио «Спутник». Политолог Андрей Суздальцев до сих пор остается загадкой, в чем заключается демократичность Украины 22 апреля, 17.1 мнение, закон об импичменте не то, что сейчас волнует украинцев В штабе Владимира Зеленского назвали законопроекты, которые первыми будут внесены в Раду В эфире радио Спотник Политолог Александр Дучак оценил эти планы, отметив, что украинцы ждут решения своих насущных проблем Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о миссии Украины служить примером демократии для постсоветских стран Как написал парламентарий в своем аккаунте в Twitter Прежде всего, избранному президенту страны необходимо отдать под суд виновных в резни в Одессе и обстрелах Донбасса и запретить своих нацистов А уже после этого говорить о миссии государства Пока Украина это пугало, а не пример, считает Пушков Накануне Владимир Зеленский прокомментировал указ президента РФ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины На своей странице в Facebook Зеленский заявил, что не советует Москве соблазнять граждан Украины паспортами Он также добавил, что Киев не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран По его словам, Украина будет предоставлять гражданство всем, кто готов бороться за свободу В среду 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ЛНР и ДНР Президент подчеркнул, что у Москвы нет желания создавать Украине проблемы Однако ситуация с правами населения на юго-востоке страны переходит границы В эфире радио Спотник Независимый эксперт по постсоветскому пространству Политолог Андрей Суздальцев поделился своим взглядом на эту ситуацию Вся идеология этого постмодернового государства, которая возникла после 2014 года Основана на том, что Украина должна стать не только каким-то маяком демократии По мнению заказчиков стран Запада, но и новым центром силы на постсоветском пространстве Поэтому Майдан был объявлен одной из вершин демократии А политический переворот получился основой демократии Все эти годы Украина пыталась демонстрировать, что она очень демократичная В чем заключается демократичность, остается загадкой Учитывая, что натравливают одну часть населения на другую Так вводилась автокефальная церковь, ситуация с Томасом Но это подавалось как совершенно демократичная вещь, сказал Андрей Суздальцев 26 апреля, 12.56 цирк Политик прокомментировал идею раздавать паспорта Украины в РФ В Раде предложили в ответ на упрощение выдачи паспортов РФ в Донбассе Раздавать прямо в центре Москвы украинские паспорта Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Спортник дал оценку этому предложению Субтитры создавал DimaTorzok